Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои самые лучшие на свете зрители. Я на Блошином рынке в Музее Москвы. И несмотря на то, что сегодня погода пасмурная и собирается дождь, настроение замечательное. И сейчас мы посмотрим, что же представлено на этом Блошином рынке. И он, как вы видите, сегодня не в помещении, а на открытом воздухе. Ой, я даже вижу знакомого продавца, который продает вещи из Абрамсова. Но сначала посмотрим вот эту прекрасную винтажную одежду. Наоборот, помогают все. Да с художником. А вот у меня... Ну, Туркина знаете, нет? Не знаете? Он умер уже. У него шикарно. А сколько вы за эту хотите? Три пиццу. Три пиццу. Ну, пожалуйста, раскол. Она такая мягкая. Ой, я... Тут подставлю. На ладью не ходите? Не ходите? Нет. Они раньше, их не было, и там появились авторские. Ну, то есть, авторы. Не вот эта голубая. Там такие бывают вещи вообще. Слова как-то мешают. Ну, это красота. Красота обалденная вообще просто. Я просто не ожидала здесь у вас увидеть. Пойду смотреть картинки. Ну, вот простая, очень неплохая висения. И вот это вот очень даже на картоне, но очень даже приличная работа. Не привёз я ничего такого. Вернее, даже вчера. Ещё когда Евгений работал на Блошином рынке на Тишинке, я любила его стенд и всё время останавливался около него. И даже интервью у него когда-то брала. Ну, нравится, нравится мне вот эти старинные вещи, резные, с дерева. Ну, просто очень нравятся. И тем более Абрамцева. Ну, у меня, кстати, тоже есть несколько вещиц из Абрамцева. Было очень много. Конечно, всё было от бабушки. Но, как мы все это делаем, выбросила. Даже тогда я не понимала эту ценность. Молодая была. Ну, а сейчас вот у меня и такие есть вещи. А у меня дома сохранилась в незапамятных времён Абрамцевская чернильница. Посмотрите, она вырезная, на ножках. На таких симпатичных ножках. Вот сюда ставили баночки с чернилами. И вот следы этого чернила мы видим. Вот такая вот память. А у вас что-нибудь сохранилось из тех времён? У кого-то сохранились галстуки? Вот это. Да, это корейская березь. В общем, большой диаметр встречается довольно редко. Ну, это уже не Абрамцевская, это просто. Это не Абрамцева, да. Это просто русская, чисто русская насыщая. То есть у вас не всё Абрамцево, да? Нет. Ну, вот эти вот большие. Абрамцево это как бы общее название. Ну, это понятно. А вот эти вот большие, это чьё? Вот это Абрамцево. Да, всё-таки это Абрамцево. Да, всё-таки это Абрамцево. Да, всё-таки это Абрамцево. 18-й год. И сколько такая стоит? 18-й год. А вот с тремя лошадками. Это корж. Корж. Обалдеть. Обалдеть. Это не Абрамцево, это, не знаю, местная. Понятно. Местная производство. А мужичок сколько вас стоит? 1000 рублей. Ну, тоже такой вообще. Характерный, да. Я теперь у кого вижу Абрамцево, я сразу знаю. Особенно полочки. Это Абрамцево? Мне нравится, что много Абрамцево. Может, ещё что-то? Они за столько маленьких. Не дали, не определить. Ой, какая прелесть. Так, давайте посмотрим. Лимо. 3000 рублей. Да. Красота. Вот такая тарелочка была у моей бабушки. Ой, оно сильно. Ой, оно сильно. Ну вот, громко заиграла музыка, я отключила микрофон. Да, блошиные рынки в Москве, это вообще совсем другое то, к чему вы привыкли. Это в первую очередь что-то между блошиным рынком и антикварным салоном. Но и вещи здесь встречаются уникальные. И продавцы встречаются очень интересные. Продавец, которого сейчас увидите, специально для нас одел свою старинное пенсне. Да, такие, 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 конечно. Ну, там вот более прохер на цене. Вот сразу видно, что, да, продавец. Кошерный чувак, кошерный чувак. Хорошая скидовка. Пороги. 8 тысяч. Пороги. 8 тысяч. Спасибо. Так, ну это наш любимый помидор. Он у нас здесь стоит сколько? 2,500. 2,500. Так, подскажите, фигурки это чьи? Германии. 12 тысяч. А, они все разные. Они прямо из отрядов с немецким молочничком. Они все разные. КПМ. Да. Да. И сколько же такой молочничек? 17 тысяч. Ну да. 13. А эти тарелки у нас кто? 25 тысяч. Ну это чье? Это Кузнецовский. Кузнецовский? Сейчас. Нет. Нет, это не Кузнецовский. А, нет, простите, не Кузнецовский. Кто это? Бавария. Вот, вот они. Бавария, поняла. Да. Были крупные с Кузнецовским. И так было. Как это швы? Вы говорите, что у нас какие-то скидки там не скидки. Не у вас, а у вас. В Инстаграме? Инстаграм это отдельная организация. Если вы даже не смотрите на нее. У нашего стола вам всегда рады. В магазине вам тоже всегда рады. Всегда приходите, всегда хорошие цены. Последним, возможно, вы интеллигента забанили. Да, это ужасно. Но я тоже не могу ничего сделать. Я уже за две минуты создал другую, и если надо, я смотрю. Нет, ну это понятно. Ну сам факт просто такой вот момент. Вам всегда рады, всегда хорошие. И вам не нужно отгадывать загады. Ну обычно отгадывают загады, что они не хотят. В общем, вы поняли, что здесь можно купить все. Ну нет, ну что там. Что такое коренька? Вот какая прелесть. Это маленькая пизда. Ну тут, понимаете, таскидка, нет? Я бы их поменю, это даже какой-то. Смотрите, ЛПЗ. Две тысячи. Ну я первый раз лично встречаю. Очень приятно. А вот посмотрите, какая старая посуда. Это Наркомторг СССР. О! Даже таких, что-то прям вот клеим, не знаю. Смотрите, какие старые. Это действительно вот совсем старые. Советский еще бог знает как, да. Вот, смотрите, какая прелесть. Продолжение следует. Хорошо. давно мечтала купить такой подстаканник в детстве у нас они были даже серебряные по золочениям но вот сейчас думаю ну хотя бы хоть какой-то купить как память времени да и вот все таки решилась решилась его купить но цены могу сказать что 800 рублей для москвы это нормальная цена для авито тоже хорошие ну конечно в александрове было бы дешевле но где этот александров и там я подстаканников не видела и кстати на рынке ветра тоже вот подстаканников что-то вот не видела особо наверное где-то были могут не находила этот продавец поклонник времен ссср и у него почти все вещи того времени и очень много уникальных вещей как например этот кубок совершенно какой-то необычные музейная вещь примерно как еще сам тушится а здесь написано 59 год шуток ну что возьмите на пробку и сколько четыре с половиной тысячи все вас так уникально а вот муж когда и скажете что вот это за красота какая это олова немецкая посеребрение а это просто кувшина какие-то да а вот этот вот молочек или соусник я даже не знаю что это и сколько это стоит вот про этот молочек а это англия да я поняла для хорошая форма здесь и сколько 2 8 40 думаю за 6 а так и и и и и и и и хорош хорош дорогие друзья чтобы не делать видео очень длинным а я ценю ваше время я будет продолжение ждите вторую часть а сегодня я с вами прощаюсь спасибо большое что были со мной как всегда мои самые искренние хорошие пожелания здоровья удачи счастливой жизни благополучия интересных встреч до свидания до следующей встречи пока пока и 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